МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем меньше нас останется, тем больше им достанется. Минздрав на пару с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования похоже, нас всех заочно отпели, похоронили и забыли. Здравствуйте, я Мария Лондон. Истории про российское здравоохранение в регионах, как сводки с фронта. Десятки убитых, сотни раненых. Это только та информация, что прорывается сквозь бравурные речи про оптимизацию и успехи на местах. Если нет денег или блата, помирайте на здоровье. К вам не приедет скорая, если вы пенсионер с гипертоническим кризом. Вас продержат в многочасовой очереди, даже если у вас угрожающее жизнесостояние. Видимо, многомиллиардная оптимизация предполагает избавление от слабых, старых и больных. Новосибирская область в тренде. У нас скорая к пенсионеру с давлением 240 и всеми симптомами инсульта не выезжает. У нас оказывается приказ нашего местечкового министра здравоохранения Владимира Иванинского за номером 299. Там про пенсионеров ничего не сказано, но именно на него ссылаются главврачи под станцией, отказываясь отправлять скорую и перенаправляя вызов в так называемую неотложку. Почему эта структура называется неотложкой, вообще непонятно. В течение трех часов к вам должен прийти терапевт. Возможностей для госпитализации у этой неотложки нет. Эффективных лекарств терапевту тоже не положили. Зашкаливающее давление пытаются сбить доисторическим уколом, после чего рекомендуют. Если не поможет, звоните в скорую. Естественно, уколчик не помогает. Если повезет, вымоленная спустя несколько часов скорая отвезет пожилого человека в тяжелом состоянии в больницу. Это следующая серия маразма под названием «Оптимизация». Везут вас туда, где принимают, независимо от места жительства и предварительного диагноза. Сажают в очередь в приемный покой и все. Дальше как продержитесь. После нескольких часов ожидания доктор удивленно вскидывает брови. А что сюда привезли? Инсультников не к нам. И вызывают другую скорую помощь. Приехать должны, внимание, в течение трех часов. Никакой дополнительной помощи доктора не оказывают. Я эту ситуацию с моим 82-летним отцом прошла. Вызвав скорую в третьем часу дня, у специалистов мы оказались только в 9 вечера. Крис сняли и даже оставили в больнице. Правда, никакого обследования в специализированном центре не провели, порекомендовав обратиться в поликлинику, где многомесячные очереди. А знаете почему? Потому что больнице это крайне невыгодно. Зачем обследовать бесплатников, биться с фондом ОМС за каждую копейку, если есть платники? У нас стараниями Минздрава и министра Иванинского койко оборот. По-быстрому. Всех, кто рассчитывает на полис медицинского страхования, ждет разочарования. Засуньте свой полис куда сможете и готовьте наличные. Это в других областях выкручиваются. С полисом в частные клиники направляют. В Новосибирской заботы о пенсионерах не заморачиваются. Страховщиков не расстраивают. А знаете, куда уходят наши налоги, якобы гарантирующие бесплатное медицинское обслуживание? На улучшение жилищных условий сотрудников ОМС. В ближайшие три года бюджет фонда планирует выделить на эти цели 180 миллионов рублей. Кстати о погоде. Температура скачет вместе с давлением. Берегите себя. И не рассчитывайте на помощь Новосибирского министерства здравоохранения. У Иванинского оптимизация. Редактор субтитров А.Семкин